Приветствую вас. В вашем случае подобное поведение, подобная позиция, положение, как правило, свидетельствует о том, что в глубине дыши вы боитесь серьезных отношений. Вот, опоздаетесь их, потому что выбираете мужчину, который по сути не может ландать с того, что вы хотите. Вот, вы терпите, как бы, ну, вы терпите те обстоятельства, которые вам не нравятся, и, в общем-то, не столь важно, захочет человек развестись своей женой в будущем, или не захочет развестись своей женой в будущем, важнее немножко другое. Важнее то, что этот человек уже сейчас, на данный момент этот человек заставляет вас... ну, не заставляет, это, наверное, совсем правильное слово, да, вот, не заставляет, он просто вас, грубо говоря, ставит в такую, в такую позицию, да, в такое положение, он вас ставит, мужчину. Вот, что вы вынуждены, грубо говоря, терпеть вот какую-то такую вот непредходящую для себя историю, то есть быть на первых ролях, там, например, в жизни молодого человека, ну и так далее. Вот, и, собственно, в этом и заключается основная ваша трудность, что вы позволяете человеку, ну, вот, влиять на, ну, вы позволяете человеку влиять на свою жизнь, вы позволяете человеку ни много ни мало определять свою жизнь, вот, мне кажется, что подобное не является чем-то таким, ну, чем-то для вас позитивным, мне кажется, что подобное влияет на вас только негативно, и причем исключительно негативно, да, вот, кроме того, как вот вы сами видите, видите, что вы зависимы, максимально зависимы сейчас от мужчины, потому что у него есть, у него есть другая женщина, а у вас, у вас, по сути, нет больше никого, кроме него, это тоже момент. Принято считать, я специально говорю, это именно в такой форме, чтобы вы не думали, что дело, ну, что проблема именно вас, да, что проблема касается только этого, но принято считать, что подобное происходит из-за проблем с самооценкой, вот, принято считать, что подобное происходит из-за страха отношений периодных, вот, которые, в свою очередь, возникает из-за, ну, из-за трудностей, например, с личными границами, вот, и, как бы, подобное возникает еще из-за запрета на создание семьи, то есть, ну, подобное возникает, когда в наличии имеется, некий такой вот, может быть, бессознательный даже запрет на создание семьи, потому что все ваши, вот, действия, которые, ну, которые сейчас, вот, на данный момент, совершают эти действия, они не приводят вас, ну, по сути, да, к созданию семьи, семьи, к сожалению, вот, ну, и вообще, просто, с таким, ну, здоровым отношениям, где вы были бы счастливы, я же не говорю, не говорю про, про, про семью, да, вот, и это вот, как раз таки, ключевые особенности вашей ситуации, вот, и отсюда, в том числе, ваши страхи, вот, страхи, вот, страхи, надо сказать, вполне особо обоснованные, потому что, ну, объективно, вам есть всего бояться, действительно, вы находитесь в крайне подвешенном состоянии, вот, ну, так, другой вопрос, что вы сами выбираете такого мужчину, другой вопрос, что вы сами на таких мужчин обращаете, как бы, свое внимание, и, в какой-то степени, это проблема именно ваша, в какой-то степени, я бы даже сказал, что, в основном, это ваша проблема, то есть, мужчина-то, он, как бы, ну, он такой, вот, какой он есть, он, ему меняться, совершенно, не обязательно, вот, а вас, и вас, там, ситуация, в целом, не устраивает, вот, поэтому, изменения нужно начинать с себя, вот, да, есть, есть большая вероятность того, что человек, ну, на самом деле, не разведется своей женой, потому что, если бы он хотел развестись, он был, развелся бы не раньше, и так далее, вот, ну, даже если, ну, так, то, странно, есть большая вероятность того, что он не разведется, потому что, а разводиться нужно, ну, разводиться, либо сразу, да, вот, либо не разведется, вот, как правило, так что он, скорее всего, не готов, да, то есть, может быть, он и не любит уже свою жену, может быть, он уже, в принципе, и не хочет, там, с ней находиться, с ней быть в отношениях, это, ну, одно, другое, одно, другое, просто не исключает, как бы, да, вот, но, тем не менее, как бы, это не мешает ему, это может не мешать ему, а, все равно быть с ней, вот, это может не мешать ему, там, как-то, вот, ну, связывать свою жизнь с ней, вот, и это не мешает ему, там, опасаться тех негативных последствий, которые могут быть, если он разведется. Ваша проблема, это заниженная, это наценка, проблема личных границ, вероятно, страх остаться одной, и недоверие себе, то есть, вот, все эти вещи, они глобально образуют, вот, те обстоятельства, те условия, при которых, вот, ну, ваша ситуация может быть возможной, к сожалению, вот, ну, вот, в принципе, с этими моментами надо работать. Обратите внимание, пожалуйста, на то, что вы не задаете свой вопрос, то есть, у вас, как бы, ну, нет, нет вопроса, не совсем, не совсем, понятно, чего вы хотите от психологов, в данном случае, ну, да, вы, ситуацию вы описали, вот, вы пишите, что есть парень, он военный женат, он говорит, что если я не живу, ждете получить квартиру, тогда разведутся, мне что делать, я вижу средка, думаю, сейчас у нас не получится, вот, вы пишите, что вы думаете, что у нас не получится, почему, почему, и далее вы описываете, так скажем, симптомы своей, вот, взрывовки, вот, если это, что-то, что такое, это, вот, недоверие себе, к сожалению, вот, и, к сожалению, это, ну, такое, вот, довольно, сильное недоверие себе, вы описываете, и, соответственно, нужно, нужно обработать именно с тем, чтобы вы, ну, больше собой доверяли, чтобы вы, ну, более, более полностью доверяли, вот, а сейчас, получается, что вам необходим человек, вам необходима обратная связь, вот, чтобы, ну, чтобы комфортно, адекватно себя чувствовать, вот, это не есть хорошо, для, для вас опять, вот, вот, все, что можно сказать. В принципе, все на этом, я думаю, можно закончить, можно закончить, я думаю, я думаю, ответ на этом, я надеюсь, что вам это было полезно, я надеюсь, что вы для себя выводы какие-то сделаете, я надеюсь, что подумайте обязательно над этой ситуацией, подумайте, как, как вы мне оказались, вот, а, необязательно, совершенно необязательно, речь идет о том, что вам в любом случае нужно расставаться с человеком, совершенно необязательно, если вы измените свое поведение по отношению к аниму, да, если вы начнете, ну, вести себя несколько иначе, по-другому, если вы обратите внимание на то, например, например, на то, что между вами общего, если вы, а, ну, посмотрите, посмотрите в, а, в сторону того, чтобы приумножить, а, то общее, что между вами либо может быть, либо есть, то ситуация может стать для вас гораздо более приятно, скажем так, вот, ну, а если все ваши, например, разговоры, все ваши, например, беседы, сводятся к тому, что вы обсуждаете отношения, то это, конечно, факт достаточно тревожный и неженеспособный, с точки зрения, вот, ну, будущего ваших отношений, то есть будущего таких отношений, к сожалению, нет, вот. А это все, что я могу вам сказать, опираясь, опять же, на опыт, как в психотерапии, да, так и на опыт взаимодействия с людьми, и на все знания, вот, профессиональные, которые у меня есть в сфере отношений между людьми. Вот, на этом все, я надеюсь, что помог вам, я желаю вам всего самого доброго и удачи! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!